Мы продолжаем читать слово о молитве преподобного Нила Синайского из второго тома «Добротолюбие» и сегодня 89-й абзац. «Не желай, чтобы то, что тебя касается, было так, как тебе кажется лучше, но как Богу угодно, и будешь безмятежен и благодарен в молитве своей». «Ох, как же это сложно сделать! Не желай, чтобы то, что тебя касается, было так, как тебе кажется лучше». «Трудно, но что делать всем нам, если мы постоянно вникаем в то, что нас не касается?» «Если мы не можем исправить свое сердце даже в том, что нас касается, какой смысл лезть в то, что нас не касается?» «Я уж не говорю о каких-нибудь глобальных политических событиях, хотя все, конечно, специалисты и всех это касается, по крайней мере, все так думают, что это их касается, о простых вещах, скажем, как работает твое предприятие. Вот, тебя это касается? Ну да, конечно, касается, я же работаю на этом предприятии, меня это касается. А что значит касается? Касается – это когда действительно моя воля каким-то образом может определять дело. Если моя воля не определяет некоего дела, мои решения ничего не значат для осуществления какого-то дела, то это естественным образом меня не касается. Как живут мои соседи, меня не касается. Меня касается только тогда, когда они начинают сваливать мусор под двери моей квартиры. Это меня касается. А то, как они живут сами по себе, что они делают, о чем говорят, шумные, не шумные, дружные, недружные – это меня не касается. Как живет школа, в которую ходит меня мой сын, это меня не касается, потому что я не педагогический коллектив, не администрация школы, даже не какой-нибудь работник этой школы. Вот, я хожу туда, вожу туда только своего ребенка, и в целом меня не касается. И, конечно, важно, как будет, в какой школе будет учиться мой сын или моя дочь, но поскольку это не зависит от моей воли, то это меня не касается. Но в том-то и беда, что человек теперь, его касается все, совершенно все, только потому, ну, скажем, его касается дела страны, потому что он живет в этой стране, его касается дела мира, потому что он живет в этом мире. А какие решения принимает американский президент? Это же меня касается, потому что я живу на этом мире. Какие решения принимает торговое представительство Китая? Меня касается, потому что я же живу, я от торгового оборота, цен на товары, зависит, естественно, размер моего кошелька. И очень много чего меня касается, просто потому, что мне это интересно, мне это важно, я ощущаю себя гражданином планеты. Вот в таком масштабе мы себя ощущаем, в таком масштабе мы мыслим, и поэтому меня касается совершенно все, и я лезу во все, пытаюсь понять все, рассуждать обо всем на свете, кроме, собственно, тех самых дел, которые касаются именно меня, за которые я непосредственно перед Богом или людьми отвечаю. И переломить эту ситуацию я не вижу никакой возможности, никакой. То есть сколько бы я лично, я не пытался говорить людям о том, что есть жизнь их, которая они распоряжаются, которую они управляют, есть веренная им некая зона ответственности, воспитание маленьких детей, забота о муже, там, какая-то зона ответственности в том предприятии, в том коллективе, где ты работаешь. Вот, какие-то отношения, какие-то, не все отношения с родными, ну и, пожалуй, и все, общий абрис каждого человека, если он не отягощен начальственными должностями. Вот, все, что его касается. И надо вникать в себя и в то дело, которому ты представлен, и думать именно о нем, потому что именно за это дело ты дашь отчет Богу в день суда. Но люди действительно перестроили свое сознание на нехристианских основаниях, и поэтому их касается совершенно все, кроме того дела, которое они приставлены занимать. Совершенно без разницы, скажем, там, какой-нибудь человек, там, живущий на пенсии, где-то глухой деревне, находящийся там в объятии множества немощей, борющийся с грехами, страстями, пытающийся вымолить у Бога прощение. Вот, вместо того, чтобы заниматься именно тем, что его касается, он вникает в дела мира, страны, народов, вселенной, изучает множество разных вещей, от какой-нибудь там черной дыры, астрофизики, до проблем снабжения жителей чада. Вот, это все неправильно, и это все не по-христиански, но, еще раз повторю, каким-то образом повлиять на это я уже не вижу никакой возможности. Люди поверили, что они действительно, их касается совершенно все. Вот, ну, тогда приходится, поскольку это все их касается, непосредственно люди сами взвалили на себя такую ношу, и пытаются решать и управлять судьбами мира, цивилизации, историческими событиями. Вот, это если их касается, тогда еще важно, можно почитать этот 89 абзац. Не желай, чтобы то, что тебя касается, было так, как тебе кажется лучше. То есть, если вас это касается, то тогда не желайте, чтобы оно было так, как вам хочется. Потому, надо доверить это Богу, не надеяться на себя, не желать своей воли, а надо доверить Богу. Но, на самом деле, вот это и представляется чрезвычайно трудным, даже более того, непонятным. Особенно тогда, когда проживаешь ситуацию, в которой ты совершенно уверен. Ты уверен, ты точно знаешь, как лучше делать. Собственно, ничего с этим опять-таки поделать нельзя. Если человек уверен, что он знает, как лучше, я знаю, что правильно, что неправильно, что лучше будет мне, моей семье, ну, естественно, миру, народу, вселенной. А что будет хуже, я точно знаю, и я принимаю то или иное решение. Я действую, возмущаюсь, бурлю, осуждаю в соответствии негоду и в соответствии с теми знаниями, которые сидят в моем собственном сознании, в моем собственном уме, в моем собственном сердце. Понятно, наверное, каждому человеку, что никакой веры у человека нет. Миром управляет он, а не Бог. Промысел его, а не Божий. И он негодует только потому, что люди так глупы, люди так невнимательны, недальновидны, что не доверяют моим решениям. Я лучше знаю, как, я лучше знаю, что, я лучше знаю, зачем, я лучше знаю, почему. Все должны слушать меня, потому что я управляю этим миром. Я один знаю, как лучше в этом мире что-либо сделать. Я один все понимаю. В сущности я Бог. Вот примерно мысль, ощущение, переживание каждого человека, который негодует и возмущается в любой ситуации, в которую он по своей ли воле или по обстоятельствам Божьим включен. То есть, имеется по своей воле, когда я сам пытаюсь вникнуть то, что меня на самом деле не касается, но я думаю, что касается, я по своей воле вникаю в ситуацию, когда это происходит по воле Божьей. Со мной что-то происходит, я вовлекаюсь в некоторые ситуации, которые я вроде бы и не хотел бы, она со мной все-таки произошла. В любом случае, в том и в другом, человек, не смирившийся, человек, не имеющий веры, уверен в себе, что он знает, как надо. Он точно знает, что хорошо в этой ситуации, что плохо. Он однозначно принимает некоторые решения и настаивает на том, что было именно так, как он считает правильно. Вот я еще раз повторю, что в этом, при таком раскладе, при таком отношении к любому событию, к любому явлению жизни, в которое я вольно или невольно включен, говорит, свидетельствуется все очевидности, что я сам себя считаю Богом. И никакой веры, никакого упования, на самом деле никакого смирения нет. Это одно самомнение, возводящее меня в достоинство Бога. Любой человек, обсуждающий политические проблемы, если они его на самом, ну ладно, неважно, касается, не касается, просто обсуждает политические проблемы, дает оценку, пытается убедить всех прочих в том, что его оценки правильные, что его мнение точное. Вот, если, не дай Бог, имеет возможность, принимает какие-то решения, вот, на кого-то давит, чего-то требует, чего-то добивается. Во всех этих ситуациях человек Богом считает себя. Вот, по сути дела, это вот так. Даже я бы не сказал не о том, что есть вера, а нет веры. Просто человек вообще в Боге не нуждается. Ему просто Бог не нужен. Он сам себе Бог. Он точно знает, что такое хорошо, а что такое плохо. И он даже не пытается спросить у Бога. Он даже не пытается как-то обратить к Богу свой ли, Господи, вразуми меня, Господи, открой мне волю свою, Господи, научи меня разбираться в путях Твоих. Это предполагало бы смирение. А человек просто знает, уверен сам в себе. А если человек уверен сам в себе, то, несомненно, он себя и считает Богом. Он из самого себя, из своих собственных интенций, своих собственных ощущений, на основании собственного ума и собственной воли, он определяет свое собственное бытие, причем пытаясь воздействовать и на бытие, насколько это возможно, всех окружающих людей. По сути дела, это и есть торжество смерти. Именно этот путь в итоге закончится принятием Антихриста. Именно этот путь обозначен апостолом как путь множества Антихристов. В существенности каждый из нас в таком своем проявлении, в таком своем самоощущении и есть Антихрист. Потому что Христос его не интересует. Он не спрашивает Христа, что есть воля твоя. Он заведомо уверен, что он знает, что есть воля. Он сам принимает решение, волю Христа творить не собирается, распинаться не собирается, отсекать свою волю, отречься себя и взять крест, он не собирается. Поэтому он такой маленький Антихрист с маленькой буквы. Как маленькая ступень к большому Антихристу с большой буквы, когда наступит конец всему. И чтобы изменить это состояние, человек должен естественно смириться, он должен как бы поймать волю Божью, он должен уловить ее. Не в том смысле, чтобы как рыбка ловится, а именно чтобы успеть краешком сознания, краешком сердца своего, успеть, прежде чем он начал строить, делать заключения, давать оценки, принимать решения, он должен успеть подумать о том, что на самом деле не я хозяин этого мира, не есть господин мой хозяин, и хозяин этого мира есть господин и Бог, Господь и Бог, к которому я должен обратиться и спросить его, что ты хочешь, какова твоя воля. Нам об этом говорит апостол Павел, еще более категорично об этом говорит сам Христос. Об этом, по идее, мы должны были вопрошать всякий раз Бога, потому что каждое наше утро начинается с молитвы «Отче наш», когда мы взываем к Богу и говорим «Да будет воля твоя». И это должно быть не слово, брошенное на ветер, это должно быть молитвенное слово, исходящее из самых недр нашего сердца, слово, обращенное к нашему Отцу, «Да будет воля твоя в моей жизни, дай мне творить волю твою». Если человек успел об этом подумать, успел как бы отдернуть себя, подожди, не ты же хозяин. Ну, вот Христос приводит такую притчу, про то, что мы все как бы работники в его доме. Он господин дома, мы работники в его доме. Вот представим себе ситуацию, некая барская усадьба, вот, и я там, ну, допустим, я садовник или дворник, или кучер, ну, скажем, гувернер. И вот я гувернер, я хожу, там, решил прогуляться по саду. Встречаю в саду незнакомого человека, который ведет себя, на мой взгляд, странно. Вот, он роет какую-то яму, вот, или там ковыряется в кустах. Вот, и я, конечно, бросаюсь в барский дом, все же таки, это, смотри, вор там, может, он террорист, бомбу закладывают. Может, он решил тут схоронить труп своей собаки, а может быть, труп убитого им человека. Вот, некогда разбираться, надо скорее его скрутить, схватить и наказать. Вот, и я делаю так, и я уверен в своей правде. Вот, а потом выясняется, что это вообще-то гость моего хозяина, который пришел и попросил разрешения у хозяина покопаться здесь, и он хочет посадить цветки или там срезать какой-нибудь росток. Не важно, он делает это с разрешения хозяина. А я налетел, как-то там грубо, вот, скрутил, связал, думая, что это вор, а это не вор. И я попал в очень неприятную ситуацию, и хозяин будет очень мной недоволен. Вот, но мы все так себя ведем. Мы все, мы уверены в том, что мы знаем, чем занимается человек. Мы даже его спрашивать не собираемся. Мы уверены, мы точно знаем, чем. Мы точно знаем, что нужно делать. Мы даже не спросим хозяина, а что тут делает этот человек. А имею ли я право? Я отвечаю за воспитание ребенка, а не за безопасность сада. За безопасность сада отвечает садовник. А я не отвечаю. И вот я должен спросить у хозяина, именно спросить, не пройти равнодушно, вдруг действительно вор, спросить у хозяина, там вот в таком-то месте копается человек. Что мне с ним делать? Иди занимайся своим делом. Вот и все, что скажет мне хозяин. Или скажет что-то другое. Но в любом случае я должен обратиться к нему. Это понятно. И слуги в барской усадьбе именно так и вели себя. Именно понимая, что они отвечают за свою зону ответственности. Мы давно уже отвыкли жить с господами, а стало быть отвыкли жить и с Господом. Мы не соотносим с ним ни одного своего решения. Ты есть, это твой дом. Но вообще-то я буду распоряжаться здесь сам, так, как считаю нужным. И это приводит к тому, что мы постоянно в напряжении, мы постоянно в скорби, мы постоянно печальны и унылы. Вот у нас постоянно метущееся сердце, потому что мы не доверяем хозяину дома. Мы не доверяем хозяину жизни. Мы не доверяем хозяину вот всего этого мира. Мы сами пытаемся все решить, а он нам говорит, научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Мы не доверяем, мы не смиряемся. Христос, сходя по земле, не судил Ирода, не судил Пилата, не судил им римского императора, он не вникал в дела Китая или Индии, или славянских племен, или еще кого-нибудь. Он не пытался вершить судьбы мира, хотя был Богом, ставшим человеком. У него не было до всего этого дела. Отец поручил ему дело по человечеству. Он это дело исполняет, и все силы тратит на исполнение этого дела. Если мы во Христе, мы должны учиться тому же, мы должны понять, что у нас есть дело, порученное нам Отцом, а другие дела, порученные Отцом, другим людям. И Он спрашивает и спросит нас за то дело, которое я должен делать по Его воле, за Него я дам ответ. И вот если бы мы так делали, если бы мы смирились, если бы мы действительно сделали это простое дело, тогда бы действительно со временем у нас была бы радость, и был бы мир, и мы бы поняли, что бремя Господне, иго Господне благо, и бремя Его легко есть. Если бы только действительно смирились бы во Христе, и думали бы о том же, о чем думал Христос. Не о спасении всех людей, всего мира, всех стран, чтобы все дела совершались так или иначе. Это все, обо всем этом заботится Бог, Отец. А мое дело вот исполнить то дело, которому поставил, приставил и поручил исполнять мне Бог. И собственно по этой причине, чтобы вот этот механизм соотнесенности любых своих решений был с Богом, то есть чтобы мы все соотносили, Господи, да будет воля Твоя, начинать этот путь очень важно человеку под началом, чтобы быть у кого-то под началом, детям у родителей, родителям, жене там, над мужем, мужем, слушаться жены, начальника, чтобы там молодому священнику слушаться, старшего священника, старшего священника, епископа и так далее, чтобы у всех у нас в начале пути был некий начальник, чью волю мы могли бы воспринимать как волю Божью. Это и поможет нам понять, что не мы отвечаем за все в этой жизни, мы отвечаем за свое. Именно вот это приучение себя к тому, что есть кто-то над нами поставлен, чья воля в отношении к нам является волей Божьей, если бы мы этому научились, то постепенно бы мы смирились, и со временем, когда там придем в зрелый возраст, у нас появились бы силы действительно вопрошать и слушать Бог. Пока же мы не смирились даже в малом, мы не можем его ни о чем вопросить, не сможем, конечно, но мы не услышим ответ. Нас будут раздирать собственные мысли и страсти, мы не расслышим его ответ. И, конечно, человек практически спрашивает часто, вот как начать, с чего начать, ну вот как вот, а если нет начальника? Ну начальник есть, вроде как все понятно, остается только смиряться, молиться за начальника, чтобы Господь помог ему принимать правильные решения по Божьему, а мне, чтобы смиряться и терпеть эти решения. Ну вот если нет решения, если есть зона ответственности, за которую отвечает только я, и решение принимает только я, как делать, вот человек искренне спрашивает, стараясь исполнить волю Божью. Во-первых, нужно помолиться от всего сердца, хотя бы вот именно словами молитвы Отче наш. Но не просто прочитать ее, как заученный стих, как заговор, как некое заклинание, а воззвать к Отцу, да будет воля Твоя, да будет, Господи, помоги мне исполнить волю Твоя, я не знаю, я запутался, и это вроде хорошо, и то хорошо, помоги мне исполнить волю Твою, следя за тем, чтобы сердце, в сердце, в момент этой молитвы ничего не входило постороннего, всецело хотеть только одного, исполнить Его волю, а потом принимать решение, делать так, как легло на сердце, именно на сердце, не только помысл, на сердце, то есть решение, которое имеет решимость, это очень важный показатель, не мысль, кажущаяся хорошей, а решимость, то есть, когда мы исполняем волю Божью, у нас появляется решимость к этому исполнению, потом просто, ну, принять решение и действовать, а дальше остается только наблюдать встречающиеся обстоятельства, если мы видим, что обстоятельства упорно, наперекор, и одно, и другое, и третье, идет против нашего решения, то мы должны смириться, отступить, мы, очевидно, что-то неправильно поняли, уметь слышать Бога в обстоятельствах жизни, или как-то корректировать принятые решения, если же никаких препятствий в самом начале пути не встретить, потом они могут встретиться, конечно, но это уже потом, а если на первых этапах, никаких первых шагах принятого нами решения, никаких препятствий не встречается, то значит мы угадали, попали исполнение воли Божьей.